Здравствуйте, друзья! 14 марта, город Каменск-Уральский, Свердловская область. Вчера у меня поступил вопрос на WhatsApp, прислали мне рассаду перцев и вопрос такой, можно ли сейчас такую рассаду формировать? Вот сегодня очень детально и подробно я все расскажу о теме формировки перца. Вообще, с какой целью мы формируем перец? Вот лично я, проживая в Свердловской области, формирую далеко не все сорта перцев. Я формирую только высокорослые сорта. Вот колокольчик у нас, острый перец, колокольчик, был посеян 2 января. Это очень высокорослый сорт и если мы не проведем формировку, то у нас в Свердловской области, если мы будем выращивать его, мы получим зрелые плоды где-то в августе месяце, а основная часть плодов останется зеленого цвета, то есть технической спелости. Если же мы хотим получить в биологической спелости плоды, вот тогда мы сеем рано. Вот когда я сеяла, проводила посевы 2 января, мне там писали комментарии, что вы делаете, зачем вы так рано сеете. Но, наверное, это уже из опыта. Я так рано сею, да? Не просто же так. Перец, колокольчик я выращиваю очень давно. И что хочу сказать. Когда мы проводим ранний посев с дальнейшей формировкой, таким образом мы получаем более ранний урожай зрелого перца. То есть веточки, на которых появятся перчинки, мы получим из боковых пазух. Вот из этих. То есть мы не ждем, когда появится развилка на перце. Как обычно, все опытные садоводы знают, что перец растет до какой-то высоты. Затем идет развилка. И после этой развилки, когда начинают расти 3-4 бывает ствола, на них появляются плоды. Поэтому, для того, чтобы нам снизить уровень, на котором сформируются у нас вот эти боковые побеги, мы проводим формировку. Вот на такой высоте, получается у меня 1, 2, 3, 4. Над четвертым листом я провела обрезку. Можно сделать над пятым листом, над шестым листом. Но над седьмым уже нет смысла проводить формировку. Выше, когда мы проводим формировку, я стараюсь над четвертым, даже иногда над третьим листом проводить обрезку. Так как у нас осень довольно-таки, такая, можно сказать, суровая. Как правило, в сентябре месяц, даже несмотря на то, что всю рассаду перца, в северные перцы я выращиваю в теплице, в сентябре месяце даже в теплице у нас все уже замерзает. Если же вы живете в регионах, где мягкая осень, где может быть сентябрь, октябрь мягкие, когда вы в теплице можете еще выращивать эти перцы, то, конечно, формировку можно провести, допустим, над пятым, над шестым листом. Вот. Но у нас нет такой возможности. Мы весь урожай должны к середине сентября уже собрать. Поэтому я формирую как можно ниже провожу эту формировку и таким образом получаю более ранний урожай. Теперь, как вы видите, вот здесь у меня пенечки остались. Они еще пока не отпали. Это были листья, листва. Обязательно их нужно убирать. Вот после того, как мы их удалили, у нас начинают более активно развиваться вот эти боковые побеги. И, как правило, после вот этой прищипки, когда я обрезаю макушку, сформировала перец, после этого следующий полив нужно провести либо энергеном, либо агатом, либо препаратом HB-101, то есть любым ростостимулирующим препаратом, для того, чтобы у нас вот эти боковые побеги пошли активно в рост. Теперь, вот вы можете видеть, вот здесь вот у меня перец, какой жгучий блондин. До сих пор я не состригла. Вот здесь вот мы видим, что сострижены были старые листья, и побеги уже довольно-таки хорошие. Вот здесь до сих пор я не удалила эти листья, так как горшочек стоит у меня далековато, на балконе вся эта рассада. И вот до сих пор не удалила. Я вижу, что побеги короткие. Мы удаляем. Сегодня мы удалим все вот эти старые листья, они уже не нужны растению. Оставляем обязательно пенечек, сантиметр, полтора, два. Он отвалится в дальнейшем, сам отпадет. И вот эти листики мы сейчас удалим, старые, и все вот эти боковые побеги, которые здесь наметились, они будут хорошо разрастаться. Вот здесь я слишком высоко обрезала. Нужно было ниже провести обрезку, и теперь у меня будет слишком много вот этих веточек, что, конечно, также немножко затормозит период плодоношения. Нужно было ниже обрезать. Но теперь уже смысла нет обрезать ниже. Теперь, если, к примеру, мы провели обрезку, и сразу бы обрезали, удалили все вот эти старые листья, этого делать тоже не нужно, так как питание растению нужно до определенного момента, и оно как раз поступает через вот эти старые листья. Но сейчас, когда мы уже видим вот эти, вот они, это уже молодые побеги, да, вот чуть-чуть эти листы не срезала уже, хотя они тоже, в принципе, тут уже вот эти старые листики ни к чему, но пусть пока растут. Вот, видите, уже такие, довольно-таки хорошие здесь боковые побеги, за счет того, что я вовремя удалила вот эти старые листики. А вот здесь, вот видите, тоже еще неудаленные листики, и боковые побеги развиваются плохо, поэтому сегодня все удаляем. Я специально выставила, ну, не всю, конечно, рассаду, но большую часть рассады, для того, чтобы показать вот это все. Вот такие побеги уже можно удалять, старое листво. А если они только-только еще наклюнулись, у меня таких нет сейчас, да, у меня таких нет, то нужно немного подождать. Вот я почему их и не обрезала, потому что маленькие еще были побеги боковые. Вот здесь давно удалены старые листья, и видите, это вот уже идет такая развилочка, можно сказать. Также есть сорта и гибриды. Вот этот вот сорт Белая Фантазия, я его в этом году впервые выращиваю, но я так думаю, что его не нужно было формировать, зря я его сформировала. Но дело в том, что первый раз раз выращивала, думаю, на всякий случай я его причеренкую. Он, в принципе, и так хорошо дает боковые побеги без какой-либо формировки. У меня вот есть, по-моему, два или три растения, которые я не стала формировать, и на них уже довольно-таки много тоже вот этих боковых побегов, поэтому можно было бы даже и не заморачивать по этому поводу, не заморачиваться. Вот, когда мы видим, что вот такие еще маленькие, да, маленькие, совсем только наклюнувшиеся боковые побеги рано было обрезать. Но сейчас-то уже можно, вот здесь у нас уже пошли в рост побеги, сейчас мы уже можем все вот это удалить. Не нужно опасаться того, что растение как-то пострадает, нет, вот со следующим поливом полью энергеном, либо агатом, и все, и растение пойдет хорошо, боковые побеги пойдут в рост. Также здесь у меня стоят экземпляры, которые я вообще не формирую, то есть они не высокорослые, довольно-таки низко они завязывают плоды, и поэтому мы их не формируем. Теперь, в марте месяце можно или нельзя формировать? Ну вот, как я уже сказала, смотрите по региону. Если вы живете в регионе, где мягкая осень, можно еще провести прищипку. Если же вы живете в Свердловской области, то я не рекомендую сейчас проводить прищипку, так как получится так, что урожай вы соберетесь слишком поздно, с таких уже прищипнутых поздно растений. Поэтому все нужно делать своевременно. А низкорослые сорта, я почему считаю, что вообще нецелесообразно их прищипывать, так как в принципе они и так у нас в Свердловской области прекрасно вызревают. А прищипка, она что еще дает? Куст становится более широкий, то есть место будет занимать такое растение с прищипкой, которое мы выращиваем, оно будет занимать больше места. То есть тут есть свои плюсы и свои минусы, не прищипнутые. Растения у нас занимают меньше места, которые мы растения прищипнули, они будут занимать больше места. Поэтому каждый определяется сам, нужно либо не нужно проводить формировку. Я, как уже сказала, провожу формировку только высокорослым сортам, сортам и гибридам. Низкорослым и среднерослым, которые где-то примерно до метр двадцати, таким сортам я не провожу формировку, так как они прекрасно плодоносят и место немного занимают. Да, еще, вот когда у вас пошли вот эти боковые побеги, да, уже такие большие, может быть выросли уже, ну у меня-то они еще небольшие, второй раз прищипывать их уже ни в коем случае не нужно. Если вы живете в Свердловской области, достаточно нам будет одной прищипки, иначе у вас вырастет просто лес, который будет занимать очень много места. Ну все, друзья, на этом я буду закругляться, заканчивать свой ролик. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Вот такие сейчас у нас, видите, красавцы компактные. И вот сейчас они будут очень активно у нас наращивать свою листовую массу. Наших городских садоводов я, как всегда, приглашаю к нам в магазин «Дача», который находится по проспекту Победы 48 в центре здания. Всем желаю хорошей, здоровой, красивой рассады, крепкой. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok